Здравствуйте! В эфире Ахтубинск ТВ, информационная программа ныне. Коротко о главном. Очередной фейк о новых ковидных ограничениях гуляет в мессенджерах Ахтубинцев. Астраханские власти уверяют, информация ложная. И снова здравствуйте! Какие способы мошенничества и краж процветают в Ахтубинском районе сегодня? И какая ответственность грозит за это? Дождались. Паром сел на мель. Но дачники не теряют надежды на то, что переправа наконец-то заработает. Астраханские власти опровергли информацию об очередных ковидных ограничениях. 19 июля в сети интернет появилась информация о том, что в Астрахани с 26 июля по 8 августа закроют все торговые центры. Рынки, рестораны и кафе. В указанный период в областном центре и районах окажутся под запретом все массовые мероприятия. Закроются торговые центры вместе с фудкортами. Предприятия общественного питания смогут работать только на вынос. Продолжать функционировать будут только летние веранды кафе и ресторанов. А на торжественной регистрации брака в ЗАГСе допустят до 10 человек. Источник, распространяющий ложную информацию, утверждает, что данное решение было принято на состоявшемся заседании регионального оперативного штаба по борьбе с завозом и распространением ковид-19. Однако руководство Астраханской области заверило жителей, что новые ковидные ограничения не больше, чем фейк. Населению не стоит поддаваться панике и доверять только проверенной информации от официальных лиц. В настоящий момент штабам принято решение об ограничении посещения социальных и лечебно-профилактических учреждений, в которых уже выявлены заболевшие, а также о введении в них масочного режима. Это комплексный центр социального обслуживания населения в Лиманском районе, специализированный дом ребенка Капелька, областной онкологический диспансер и Натаевская районная больница. Также временно будут запрещены посещения пациентов в стационарах. В Астраханской области возобновил работу поезд здоровья. В Ахтубинском районе передвижной комплекс, оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием, начнет свою работу с 25 июля. Жители сел могут пройти профилактические осмотры, сдать анализы, проконсультироваться с врачами-специалистами. Мобильные бригады дадут рекомендации и помогут скорректировать лечение. То есть по графику у нас 25 июля это село Золотуха и соответственно 26 июля село Золотуха. 27 июля это село Пироговка. 28 июля это село Сокрутовка. 29 июля это село Болхуны. 30 июля он будет работать в Новониколаевке. Первый в понедельник он приедет в Петропавловку, в третью поликлинику. Там будет стоять этот мобильный комплекс. И соответственно второй он будет находиться в селе Пологая Займища. Любой желающий может прийти к этому поезду здоровья. Передвижной комплекс состоит из флюорографа передвижного, маммографического кабинета передвижного и кабинета для приема врачей. Там смотровой кабинет, лаборатория, аппарат УЗИ, аппарат ЭКГ. Также приезжает специалист-кардиолог на этом передвижном комплексе и специалист-функциональный диагноз. То есть он будет проводить УЗИ-исследования. Также люди могут пройти диспансеризацию, провести профилактический осмотр. У нас будет работать кабинет здоровья на этом передвижном комплексе. Пожалуйста, всех приглашаем. Желающих режим работы с 8 утра до 15.00. И в продолжение медицинской темы. В Ахтубинскую районную больницу поступил передвижной УЗИ-аппарат для ковидного госпиталя. Аппарат Миндрай М7 был получен в наше учреждение для обследования ковидных пациентов с диагностической целью. Он снабжен четырьмя датчиками. Обследуется забрюшинное пространство, почки, исследуется щитовидная железа, поверхностные органы, также гинекологический датчик и кардиологические пациенты обследуются. Конечно, аппарат поможет нам диагностировать своевременно патологии, которые могут развиваться впоследствии заболевания ковида. В Астраханской области изменили порядок выдачи охотничьего билета. В региональной службе природопользования сообщили, что изменения касаются дополнительных требований к фото, представляемых гражданином вместе с заявлением о выдаче охотничьего билета при личном обращении в орган власти. Через портал государственных услуг, а также в многофункциональные центры области. Согласно требованиям, теперь не допускается предоставление фото в форменной и верхней одежде, в шарфах, закрывающих часть подбородка. Нельзя и ретушировать, обрабатывать свои фотографии. А если гражданин постоянно носит очки, необходимо фотографирование в очках без тонированных стекол. Подать заявление на получение билета федерального образца в службу можно по вторникам и четвергам с 9 до 16 часов. Получить документы также можно в приемные дни. За информацией необходимо обращаться по телефону, который сейчас вы видите на своих экранах. В летний период многие жители Ахтубинского района и города Ахтубинска переходят на более легкий транспорт. В частности, это велосипеды. Но бывают случаи, когда этот транспорт может быть украден. О том, какая ответственность предусмотрена за такие кражи, поговорим со следователем следственного отдела ОМВД России по Ахтубинскому району Инной Аншаковой. Инна Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте. За последнее время на территории Ахтубинского района участились факты кражи велосипедов и также мопедов. За кражи велосипедов и мопедов у нас предусмотрена уголовная ответственность по части 2 статьи 158. Бывают случаи, когда владельцы сами оставляют в неположенном месте свои транспортные средства. К примеру, тот же велосипед на лестничной клетке. За это предусмотрена какая-то ответственность именно для владельца? Для владельцев у нас предусмотрена административная ответственность. Также владельцы у нас часто не пристегивают свои транспортные средства, оставляют их без присмотра, что толкает преступника на ум и силу кражи. У МВД России по Ахтубинскому району совместно с МЧС запланированы рейды в целях устранения нарушений. На данный момент следственным отделом возбуждено 2 уголовных дела по факту кражи велосипедов. Инна Олеговна, а какие еще вещи наших граждан часто подвергаются кражам? Часто подвергаются кражам сотовые телефоны. Очень много фактов зафиксировано. И на июле 2022 года у нас возбуждено 4 уголовных дела по факту кражи мобильных телефонов. Как правило, владельцы сами теряют мобильные телефоны. Но у нас предусмотрена уголовная ответственность для лиц, которые не предприняли попытки вернуть мобильный телефон владельцу. Мобильный телефон имеет свои индивидуальные признаки, e-mail адрес, также сим-карта зарегистрирована на владельца. В случаях, если телефон стоит на блокировке, вы не можете разблокировать, позвонить, допустим, владельцу и сообщить о том, что вы нашли телефон, необходимо принести его в дежурную часть. Понятное дело, что ответственность у нас предусмотрена только в том случае, если человека этого найдут, который нашел телефон и не принес его. Возвращаясь к нашей, так скажем, любимой теме, это мошенничество. Оно у нас есть. Мошенничество у нас в Ахтубинском районе пошло на спад или все так же остается на том же уровне? На сегодняшний день мошенничество у нас на спад не пошло. За июль текущего года у нас возбуждено 4 уголовных дела по фактам мошенничества, а также краж из банковских счетов. Основные виды мошенничества через Авито, предоставление каких-либо услуг, либо приобретение товаров. Также социальные сети ВКонтакте, Инстаграм, покупка товаров, заем денежных средств, кредиты и иные несанкционированные списания. Инна Олеговна, исходя из Вашего опыта, удается ли установить личность мошенников? Установить личность мошенника достаточно трудный процесс, потому что мошенники у нас используют подмену номеров, а также используют подмену IP-адресов. Поэтому все-таки я бы хотела обратиться к гражданам, чтобы они были более бдительны и всегда помнили, что сотрудник банка никогда им не позвонит сам. И в случае того, если заподозрили, что Вам звонит мошенник, необходимо сразу обратиться в правоохранительные органы, также в банк. Что же, надеемся, что наши жители все-таки будут оставаться бдительными, будут осторожными. Так, конечно же, больше шансов, что мошенники их не смогут обмануть. Инна Олеговна, благодарим Вас за информацию. Уверена, что нашим телезрителям она была полезна. В Ахтубинском районе продолжается рекультивация городской свалки. Напомним, в рамках реализации национального проекта «Чистая страна» на работы будет потрачено около 1 миллиарда рублей. Вопрос стоит на контроле у областного руководства. Объект уже посещал с инспекционной проверкой заместитель председателя регионального правительства Михаил Богомолов. По информации из администрации Ахтубинска, работы уже начаты и идут полным ходом. График их выполнения соблюдается. Срок окончания работ по рекультивации свалки намечен на декабрь 2023 года. Через два года на очищенной от мусора территории планируют посадить зеленые насаждения. Каникулы для школьников и детей помладше продолжаются. Многие из юных ахтубинцев посещают летние оздоровительные площадки. Одна из таких функционирует на базе районного дома культуры. Там ребята отмечают праздники, участвуют в мастер-классах, познавательных играх, а также знакомятся с различными профессиями. 19 июля они посетили редакцию Ахтубинского телевидения и узнали, как оно работает изнутри. Попробовать себя в качестве ведущих новостей, взять интервью у товарищей или поработать плечом к плечу с режиссером монтажа. Все это смогли сделать ребята детской площадки под символичным названием «Творческие каникулы». В рамках проекта «Траектория», организованного на базе Ахтубинского центра занятости, юные жители посетили редакцию местного телевидения и с головой окунулись в закулисье телеканала. Встречали их специалисты АТВ, люди, принимающие непосредственное участие в процессе подготовки информационных выпусков, передач, интервью и многого другого. Всего и не перечислишь. Экскурсию начали с сердца телестудии – телеоператорской. Там ребятам рассказали о настройке звука, показали настоящий микшер, а после они плавно перешли в студию, где узнали главный секрет ведущих – что же такое телесуфлер. Самые смелые даже попробовали с ним подружиться. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Корниенко Ксения. Я хожу на летнюю площадку к Лидии Львовне, занимаюсь пением. Хочу посоветовать вам эту площадку, потому что дети с 10 до 2 очень заняты делами. Ходим мы на разные экскурсии, в кино, гуляем. Я занимаюсь вокалом, хором и фортепианом. И хожу на волейбол. И я еще, когда пойду в школу, буду заниматься и ходить на борьбу. До свидания, дорогие друзья! Следующая станция телестудии – монтажная. Встречала в ней ребят фея монтажа Юлия, которая рассказала, как строится ее работа. Вместе с ней мальчишки и девчонки записали закадровый голос для репортажа. Выбрали подходящие картинки, наложили музыку. В общем, поколдовали и смонтировали небольшой материал. А главное – сделали это практически своими руками. Мы выживаем там, ходим на мастер-классы, мы поем там. И у нас много мероприятий. Все, голос записался. Давайте послушаем. Я с теми же поеду, мне телевизор. Смотрите, теперь я поставлю, смотрите, дорожка очень интересная, как колбаска, как бутербродик вы накладываете. Ахтубинское телевидение. Посетили 45 ребят из детской летней площадки. Здесь было весело, шумно и интересно. И не только для самих детей, но и для сотрудников телестудии. Очень надеемся, что через пару лет ребята вернутся сюда уже в качестве новых сотрудников. Ксения Маслова, Сергей Вакула, Владислав Лихварь. Ахтубинск ТВ. Ахтубинцы могут принять участие в молодежном проекте. Ассоциация молодежных правительств при поддержке Росмолодежи запустила новый сезон всероссийского проекта «Про кадры», который дает возможность пройти стажировку в федеральных и региональных органах исполнительной власти. Проект поможет выявить молодых талантливых людей и продвинуть их для работы на различных уровнях в исполнительных органах государственной власти. В проекте могут принять участие студенты различных специальностей, не имеющие опыта работы, молодые госслужащие и начинающие управленцы, у которых за плечами опыт работы в молодежных и общественных организациях, а также управленцы, уже работающие на государственной или муниципальной службе. Участниками проекта могут стать граждане Российской Федерации от 18 до 25 лет. Заявку можно заполнить и подать на сайте, который сейчас вы видите на своих экранах. Регистрация доступна до 22 августа. 25 июля завершается прием документов в российских университетах для поступления на бюджет на очную форму обучения. Заявление можно подать дистанционно или очно. В настоящий момент документы в электронном виде принимают 9 астраханских государственных университетов и филиалов через онлайн-сервис госуслуг поступления в ВУЗ онлайн. Подать заявление могут пользователи, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Напомним, в 2022 году сервис поступления в ВУЗ онлайн расширил свой функционал. Теперь он работает для абитуриентов, идущих на платное отделение, на целевые и льготные места бюджетного приема, а не только для поступающих на бюджет. Кроме того, электронные документы на госуслугах принимают 975 ВУЗов и филиалов по всей стране. Удачников острова Петриков очередная проблема. Ремонтируемый паром для переправы Ахтубинцев оказался на мели. Волжская ГЭС уже 17 июля уменьшила сброс воды, окончательно встав на летний уровень. И чтобы сдвинуть паром с места, специалистам пришлось приложить немало усилий. За ситуацией с подготовкой к работе паромной переправы внимательно следят дачники, чьи садово-огородные участки находятся на острове Петриков. Впрочем, все понятно. Урожай фруктов уродился как никогда высокий. Да и овощные подходят. Огурцы, помидоры, кабачки свои намного вкуснее и полезнее продаваемых на рынках. А вывезти их на своем транспорте нет возможности. А на себе в ведрах много не унесешь. Вот потому, как только случилась непредвиденная ситуация, когда стоящий на ремонте паром оказался на мели из-за резкого спада воды, некоторые люди приняли это как большую трагедию. И уже решили, что паромной переправы в этом сезоне не будет. Однако ответственные за ремонт парома люди постарались. И не без труда, но смогли спустить паром на глубину реки, достаточную для продолжения его ремонта. Владислав Лихварь, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ Продолжаем дачную тему. Для кого-то любимые сотки, место отдыха, а для кого-то второй дом. Многие проводят на природе все лето, а удаленность от города и медицинских учреждений обязывает позаботиться о собственном здоровье, поскольку жизненная дача предполагает хозяйственные хлопоты, активное взаимодействие с природой и дегустацию урожая. Что же должно быть в аптечке дачника? Напоминаем в следующем сюжете. Собираясь на дачу, первым делом позаботьтесь о тех лекарствах, которые вы принимаете на постоянной основе. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями. Физическая активность и жара значительно усиливают нагрузку на весь организм. Поэтому людям с болезнями сердца, страдающими артериальным давлением, сахарным диабетом, астмой и другими недугами обязательно нужно взять лекарства, прописанные врачом. Человек-хроник, он получает какое-то лечение. Еще у него все эти лекарства должны быть, которые он получает. Ну а средством неотложной помощи при сердечных заболеваниях является, это, конечно, нитроглицерин, валидол, волокардин. Для снятия гипертонических кризов нужно иметь нефидипин, каптаприл. Вот эти препараты, которые уже сейчас каждый врач, участковый, каждый врач-терапевт и кардиолог всем больным своим рассказывает, при каком давлении, какое рабочее давление, все это нужно знать. Отправляясь на дачу, важно не забывать о безопасности. Укололи палец о шипы растений, обожглись, обугли, порезались или разбили коленку. Рану обязательно нужно обработать, чтобы не началось воспаление. Важно не забывать про средства для перевязок. В аптечке, конечно, должны быть, как в автомобильной аптечке, это бинты, антисептические средства. В ушибах должен быть какой-то хладоэлемент. И дезинфицирующие средства, такие как йод, зеленка, хлоркиксидин, которые помогут при оказании первой медицинской помощи в виде промывания раны, остановки кровотечения, да, гаджургут еще должен быть обязательно в аптечке. Нередко на даче мы пробуем немытые ягоды с грядок или дегустируем все виды шашлыка. И здесь, как говорится, мало ли что. На случай расстройства пищеварения в аптечке должны быть адсорбенты и противодиарейные средства. За городом может случиться всякое, поэтому необходимо позаботиться о наличии в аптечке антигистаминных препаратов, ведь порой аллергия может застать врасплох. В июле-август мы ждем уже различного рода крапивниц на траву, на помидоры. Поэтому здесь нужно иметь в первую очередь активированный уголь или какие-то другие энтеросорбенты, энтеросгель, полифипан, например. Препараты, которые адсорбируют токсические вещества, попавшие внутрь организма. И в аптечке должны быть антигистаминные средства, начиная от простых тавигил, супрастин, диазолин, более современных, лоротодин, цитиризин, эреус. Чтобы комары, мошки и клещи не осложняли жизнь на даче, запаситесь защитными средствами. И еще физический труд на даче часто становится причиной ломоты в суставах и мышцах. Поэтому в аптечке должны быть обезболивающие средства. И главное, что не стоит забывать дачникам и всем, кто любит отдыхать на природе. Очень опасным врагом для них может оказаться летний зной. Обратить внимание жителей при сегодняшней жаре на водно-питьевой режим. Это очень важно, потому что мы очень много потеем, идет сгущение крови. И опять же повторюсь, что у лиц с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабетиков, кипертоников, лиц, перенесших инсульты, сосуды поражены и сгущение крови возможно. В плане профилактики тепловых ударов, перегревания, надо иметь головные уборы, легкую одежду хлопчатобумажную, которая должна быть продуваема. Возможно принятие душа, возможно специальный режим работы, когда у нас самый пик жары происходит где-то в обеденное время, 12-2 часа до 4 часов. В это время желательно не выходить в огород и ничего не делать. Работать лучше до 10 часов и после 4-5 часов. Обязательно проверяйте срок годности лекарств в дачной аптечке. Прежде чем принимать тот или иной препарат, внимательно прочитайте инструкцию. При серьезных травмах, аллергической реакции или высокой температуре, которую не удается сбить, советуем обратиться к врачу. Для оказания неотложной помощи при глубоких порезах, укусах змеи или травмах у маленьких детей, вызывайте скорую. Елена Петченко, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ Сегодня вышел в свет новый номер газеты «Ахтубинская правда». Читайте выпуски. Ахтубинский район в ожидании перемен. Депутаты единогласно избрали нового главу муниципалитета. На позитивной волне районное управление образованием подвело итоги аттестации выпускников. Расслабляться не стоит. Врачи снова напоминают о необходимости прививки от коронавируса. На страже закона Ахтубинские следователи отмечают свой профессиональный праздник. На благо будущего Владимир Путин подписал указ о создании российского движения детей и молодежи. Моя первая охота и воспоминания о Михаиле Ивановиче Лычкине. Очерк Владислава Лихваря. Газета «Ахтубинская правда» рада своим читателям не только на бумажном носителе. Сегодня прочесть все актуальные новости города, района и региона вы можете также в социальных сетях «Одноклассники», ВКонтакте и Инстаграм, а также на сайте издания, которое сейчас вы видите на своих экранах. И у нас на этом все новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий вместе с Ахтубинск ТВ.